Итак, в первой части нашего урока по созданию умного вывода данных мы разработали и реализовали алгоритм вывода сообщения о том, сколько баллов наш игрок набрал. И следующая наша задача заключается в том, чтобы использовать этот скрипт для того, чтобы преобразовать существующие игры. Чтобы там вывод этих данных использовался уже в интеллектуализированном, в умном виде с использованием лингвистической обработки и методов искусственного интеллекта. И в этом уроке я это покажу. Итак, вот наш проект. Если ты его не делал, то вернись к первой части и реализуй наш алгоритм. А потом мы его перенесем в существующий проект. Но прежде чем мы начнем это делать, еще посмотри внимательно на тот результат, который я получила, если ввела число больше 100. 213 балла. 111 балл. То же самое будет для 411, 511 и так далее. То есть если баллов у нас больше, чем 100, то мы опять попадаем в проблему, которую необходимо решить. Что нам необходимо еще добавить? Оказывается, что нам для чисел, которые больше 100, нужно еще вычислять остаток отделения на 100. Потому что нам важны две последние цифры. И сейчас мы это быстро сделаем. Итак, прежде чем мы будем что-то проверять, мы возьмем наше число. Да, мы будем получать значение модула. А наше число мы будем делить на 100. И затем уже остаток отделения на 100, то есть вот это число модула, будем подвергать проверкам. Здесь, то есть если у нас остаток отделения на 100 оказался от 11 до 14, то у нас получится уже вот такая форма. 111 баллов. Ну-ка давай проверим. Вот все получилось. Но если мы сейчас введем 21, то в общем тоже все верно. Если мы введем 11, то тоже все работает. Ну, надеюсь, все получилось. Реализуй этот алгоритм. Сделай паузу. И возвращайся, добавим все-таки этот код в существующий проект. Итак, надеюсь, у тебя получилось усовершенствовать наш алгоритм на случай, если числа будут у нас больше 100. И сейчас мы добавим наш скрипт в один из существующих проектов. Проще всего это сделать на сайте Scratch, используя рюкзак. Второй способ это сохранение нашего спрайта в файл и потом открытие этого файла в другом проекте. В принципе, то же самое, но я покажу, как и с использованием рюкзака это делать. Итак, переходим на сайт Scratch. Вот у меня есть проект Код в лабиринте, и к нему я добавлю только что созданный скрипт. Но для того, чтобы ничего не испортить в этом проекте, я сделаю копию сначала. Тем более, что я проект опубликовала, а этот я опубликовать не буду. У меня будет копия. И в копию я добавлю. Во второй вкладке я создам новый проект и открою файл. Если ты работал уже онлайн, то у тебя этот проект существует, поэтому ты его можешь открыть из своих проектов. У меня проект сохранен на диске под именем Словаформа, поскольку я работала в оффлайн редакторе. Мне так было удобнее. Сейчас я его открываю, загружаю с компьютера. Заодно вспоминаем, как это делать или узнаем, кто не знает. И здесь я нахожу свой проект, который называется Словаформа. Открываю. Нажимаю ОК. Мне нужно заменить то, что здесь есть. Вот этот проект. Теперь я могу открыть рюкзак Scratch. Здесь у меня много чего есть. Можно то, что лишнее удалять. Нажимаем правую кнопку удалить. Это мне точно не нужно. И вот этот, в принципе, блок нам больше всего и нужен. Его я бросаю в рюкзак. Вот он появился. Здесь открываю рюкзак и вижу, что ничего не изменилось. Попробую еще раз его открыть. Закрыть не получается. Поэтому обновлю просто страничку. К сожалению, синхронизация не всегда срабатывает. Но сейчас все получилось. Обновила страницу. Чтобы обновить страницу в браузере, можно использовать клавишу F5. Или искать вот такую кнопку «Обновить текущую страницу». Она либо справа, либо слева, в зависимости от того, с каким браузером ты работаешь. Итак, вот у меня в рюкзаке есть этот скрипт. Он у меня должен быть выполнен в скрипте моего персонажа-кота. Он тут собирает баллы и в конце концов переходит к себе домой. И вот он будет говорить, сколько баллов он собрал. Поэтому я беру и из рюкзака вытаскиваю этот блок. Вот он у меня появился. Но появилось также и здесь объявление слова «Форма». А посмотрим в данных. В данных у нас необходимых переменных нет. Поэтому переменные мы должны создать. Какие переменные? «Форм», «Нумбер» и «Стем». Ну давай попробуем через рюкзак, получится это или нет. По правде говоря, я не делала так. А вдруг получится, чтобы не поносить сразу данные. Опять обновим страничку. Открываем рюкзак. Ну, видим, что эти переменные есть. Но если мы их сюда начнем перетаскивать, боюсь, что они сюда не войдут. Да, он не хочет их сюда. Вот сюда он их ставит, а сюда не хочет. Но мы можем видеть подсказку. Здесь придется набрать. Создаем переменную «Форм», «Нумбер». В принципе, «Нумбер» нам может быть и не нужна. Но для того, чтобы не запутаться, мы введем все переменные. Пока пусть они будут у нас на сцене, для того, чтобы мы могли контролировать процесс. Посмотрим, все ли у нас получается. И я знаю этот скрипт и знаю, что у нас происходит, когда кот попадает в спальню. Он говорит «Ура, я дома». И это у нас происходит, когда он получает сообщение в спальню. Он должен сказать «Ура, я дома». И еще к этому добавить то, что мы получим с помощью другого блока. Вот сюда мы его добавим. И здесь у нас будет что? Те баллы, которые он набрал. То есть мы должны взять переменную «Баллы» и сюда подставить. Потому что мы как раз-таки отталкиваемся от числа. Я не сохранила последнюю версию и загрузила. Вижу скрипт старый, не очень хорошо. Поэтому сейчас беру «Сохраняю». И придется заново загружать. Здесь я ошиблась. Загрузим с компьютера. Ок. И вот здесь у меня правильный код. Поэтому вот это все я удаляю. Тоже надо смотреть внимательно с сохранением. Но для урока как раз хорошо. Я могу показать, как все исправить. Обновляем. И теперь вот этот вот блок нам необходимо здесь удалить. а из корзины достать тот, который с исправленными ошибками. Вот этот нас устраивает. Здесь мы проверяем числа. Все в порядке. Здесь у нас работало. Так. Возвращаемся. Что мы должны вызвать? Мы должны вызвать этот блок с параметром «Баллы». Ну, опять пропали все переменные, когда я удалила вот этот блок. Поэтому снова нам необходимо ввести переменную форм стем модулу и какую еще? Все, да? Три переменные только. Но еще у нас там была переменная намба. Но здесь она у нас не нужна, потому что мы используем как раз таки передачу параметра «Баллы». А внутри определяемого нами другого блока уже своя переменная намба существует. Это другая переменная. Итак, мы получаем в переменную форм связку, сколько баллов. Но здесь мы должны ее добавить в это сообщение. То есть мы что должны сделать? Мы должны использовать команду «Слить». Пишем «Ура! Я дома». Добавляем пробел. И еще я набрал конечно же пишем по-русски. Ну, если хочешь по-английски все пиши. Я набрал сколько баллов? Столько, сколько у нас сохранилось в переменной форм. Вот сюда. Приклеиваем. И вот так. Ну что, давай проверим. Надеюсь, что все будет работать. Сохраним. Хотя, когда мы онлайн, там периодически это происходит. Сделаем так, чтобы было удобно. Ну и здесь у нас не очень совершенная система перемещения. И некоторые есть препятствия. Это не страшно, потому что это учебный проект. Вот сейчас я побольше набрала как раз баллов. Здесь разные есть способы подсчета баллов. Эти проблемы мы решали в наших уроках. Переходим. Ура! Я думаю. Я набрал 40 ноль. А что такое ноль? На самом-то деле мы словоформу не задали. Нам же нужно еще и стем задать в начале. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны до вызова этого блока в принципе это можно сделать здесь задать что стем и написать слово балл. Это мы не сделали. Ну что, еще раз проверим. Идем. Потеряли все баллы. Ничего, сейчас мы их наберем. Я сделаю вот так. Здесь все хитро специально для того, чтобы было интереснее. Вот так. Тут у нас если мы постоим наращивается. ну вот 74 должно быть балла. Все отлично. Вот все работает. Мы добавили функцию, которую разработали отдельно. И на самом деле уберу ненужные нам переменные на сцене. Так работают программисты. Эту программу мог написать кто угодно и мы его можем добавить в наш проект. Добавь в свой проект подсчет. Точнее вывод, умный вывод результатов. Если у тебя словосочетание не со словом балл, а допустим очки, по аналогии придумай алгоритм, формулы. Мы уже в принципе их рассмотрели в предыдущей части. Осталось только запрограммировать. И усовершенствуй свой проект. И до встречи в других уроках.